Сегодня президент Шавкат Мерзиёев провел совещание, посвященное анализу и обсуждению эффективности проводимой работы по социально-экономическому развитию страны, а также результатов и качественных изменений, ожидаемых в этом направлении к концу первого полугодия. На совещании отмечалось, что в результате активной инвестиционной политики ускоренного развития технологической модернизации отрасли экономики регионов через привлечение в них инвестиций, прежде всего, прямого иностранного капитала, а также внедрение и последовательная реализация новых действенных механизмов содействия предпринимателям и инвесторам обеспечиваются высокие темпы экономического роста. Так ожидается, что по итогам первого полугодия текущего года объем валового внутреннего продукта вырастет на 5,4%, промышленного производства на 7%, строительно-подрядных работ на 9,6%, а объем оказания услуг на 13,9%. Особо подчеркнуто, что в достижении таких результатов важным фактором выступает, в первую очередь, почти полуторакратный рост объема освоенных инвестиций. Вместе с тем отмечалось, что во всех отраслях и регионах имеются еще незадействованные в полной мере резервы и возможности, в связи с чем перед соответствующими руководителями поставлены конкретные задачи по созданию новых современных предприятий и рабочих мест, резкому наращиванию выпуска и экспорта продукции, расширению доходной базы местных бюджетов, направлению дополнительных поступлений в бюджет на развитие социальной и коммунальной сфер, благоустройство сел и махалей, улучшение жизни населения в целом. В частности, поручено принять дополнительные меры по ускорению исполнения программы конкретных инвестиционных проектов, разработанных в рамках поезда главы государства в регионы страны и нацеленных на привлечение инвестиций в регионы и создание новых современных производств, а также разработать новые инвестиционные проекты. Также проанализировано состояние проводимой широкомасштабной работы по улучшению архитектурного облика и благоустройству городов и районов. В частности, по строительству и ремонту жилья, сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения, местных и внутренних дорог в рамках программ ОБОТ «Кишлок» и ОБОТ «Махаля». Указано на необходимость ускорения работы в этом направлении. Определены необходимые меры по своевременному выделению и освоению необходимых финансовых и иных ресурсов. На совещании заслушаны отчеты руководителей кабинета министров, министерств, ведомств, хозяйственных объединений и регионов. Поставлены задачи по повышению персональной ответственности соответствующих руководителей за неукоснительное исполнение прогнозов и конкретных задач по развитию каждой отрасли и региона.